Смотрите программы регионального канала НТК ежедневно по всей ЕАО на девятой кнопке ОТР. Теперь нас смотрит вся область. Каждый дом. Каждая семья. Смотрите выпуски. 14 голосов за и ни одного против. Депутаты собрания Смедоического района проголосовали за избрание Евгения Башкирова новым главой муниципалитета. В недра земли экскурсию в Бироканские пещеры организовали союз журналистов и областные спасатели. Финал стартовал. Капитан полиции из Облучинского района Алексей Ермолаев представляет регион в конкурсе «Народный участковый». Все для животных в Биробиджане открылся зоомаркет «Белый кролик». Григорий Зинич, Евгений Башкиров, Владимир Волошенко. Решением комиссии были допущены конкурсы. Главным вопросом внеочередного заседания собрания депутатов Смедоического района стало избрание главы муниципалитета. После рассмотрения документов претендентов конкурсной комиссии к выборам было допущено три человека. Первый заместитель главы администрации Евгений Башкиров, ветеран МВД Григорий Зинич и замглавы администрации Смедоического района Владимир Волошенко. Каждый из них представил свою программу и ответил на вопросы депутатов. По итогам открытого голосования новым главой Смедовичского района был избран Евгений Башкиров. За него отдали голоса все 14 присутствующих на заседании депутатов. Кто за то, чтобы признать конкурс по отбору кандидатур на должность главы Смедовичского муниципального района, объявленный решением собрания депутатов от 5-10-2021 года, номер 89 состоявшимся, и избрать на должность главы муниципального района Башкирова Евгения Анатольевича? За, против, воздержались, решение принято. Евгений Анатольевич, разрешите поздравить вас с избранием на эту должность, пожелать вам успехов в вашей работе, целеустремленности, как говорил ваш оппонент. Ну а наш депутатский корпус всегда вас поддержит во всех ваших благих начинаниях. Одним из первых Евгения Башкирова поздравил председатель законодательного собрания ЕО Роман Бойко. Крайне тяжелая должность, высокая ответственность, непростой район. Работы впереди предстоит очень много, но я уверен, что ваш опыт, а самое главное – возраст, желание трудиться, ваша команда. А команда – это не только работники и муниципальные служащие администрации района, это и депутаты, это и население района, которое вас поддерживает. И очень здорово, что вы родились здесь, выросли здесь, вас здесь знают. И вся совокупность должна привести неминуемо к положительным результатам, к положительным изменениям. Евгений Башкиров поблагодарил депутатов за оказанную поддержку. Заверил в своем желании работать. При этом он еще раз заявил, что в администрации сформирована команда, которая способна решать серьезные задачи. У нас отличная команда губернатора в правительстве области. У нас хорошая команда в Смедовичском районе. Многих специалистов я знаю давно по сфере своей деятельности спортом, по сфере своей деятельности как депутат Законного собрания в том области. Поэтому каждого практически я руководителя знаю. Знаю не понаслышке, знаю по определенным работам, по его ответственности и каким-то деловым качествам. Поэтому, естественно, у нас команда уже сформирована. За мое время, когда я был исполняющим обязанностей, и первым заместителем главы Смедовичского района у нас уже пришло более семи человек по моей инициативе. Поэтому у нас, в принципе, так сказать, полностью она практически укреплена. В свою очередь спикер регионального парламента обратил внимание на необходимость более тесного контакта с населением. Непростой район, необходимо будет много работать. Я думаю, здесь необходима поддержка будет не только правительство области, депутатского корпуса, но и в первую очередь жителей населенных пунктов. Официальное вступление Евгения Башкирова в должность ожидается в течение ближайших двух дней. В настоящее время ведется работа по формированию муниципального бюджета на предстоящий год. А именно это направление – прозрачный и эффективный бюджет – им было заявлено как приоритет в своей деятельности. На посту руководителя муниципалитета. Ольга Тимченко, Константин Земляникин, Павел Славин. Новости 21. Поездку в Бераканские пещеры Блучинского района организовали для работников СМИ «Автономия», региональное отделение Союза журналистов и областные спасатели. Под чутким присмотром сотрудников ведомства, работники масс-медиа, пресс-служб, преподаватели журналистики Преамурского государственного университета и блогеры побывали в двух пещерах – Старый Медведь и Пасечная, наиболее комфортных для посещения неопытными туристами. Мы находимся с вами в пещере под названием Старый Медведь, в 32 километрах от поселка Беракан по лесоводной трассе на юг. Открыта она была очень давно, еще в 80-е годы прошлого столетия, достаточно посещаемая. Основными достопримечательностями этой пещеры является ледник, который даже летом не растаивает и очень интересный. И очень узкий лаз называется шкуродер или шкурник по-другому. Несмотря на то, что пещеры считаются легкими, спускаться в них все-таки лучше с использованием веревок и специального оборудования. Кроме того, при посещении подобных объектов нужно всегда оставаться внимательным и помнить несколько определенных правил, о которых спасатели также подробно рассказали участникам похода. Мы вроде бы живем в этой области, много о них знаем, об этих пещерах. Читали, видели фотографии, но никогда не бывали. Самое бесценное, конечно, своими ножками пройти, посмотреть и получить вот эти впечатления. Поход все время откладывался, потому что мы понимали ответственность и уровень подготовки, который нужен для нашего проводника. И огромная благодарность управлению МЧС по ЕУ, то, что они организовали по большому счету нам этот поход. Спасатели напомнили участникам пресс-тура о важности регистрации туристических групп перед походом, а также о том, что нужно постоянно поддерживать связь с чрезвычайным ведомством. Руководитель группы должен обратиться туда, объяснить, сколько будет человек, рассказать, какой будет маршрут, какие контрольные точки, сколько человек из них, сколько детей, какой тип маршрута. И тогда спасатели, если что-то случится, и вы вовремя не выйдете на связь, смогут адекватно отреагировать. Союз журналистов ЕО регулярно устраивает подобные поездки, приглашая принять в них участие всех представителей этой профессии. Со слов Натальи Мурье, основная задача – объединить журналистов в автономии, наладить взаимодействие и сдружить коллектив. Андрей Кирюшин, Богдан Патрин, Новости 21. Новости 21. Народного участкового 2021 жители России выберут при помощи онлайн-голосования, которое проходит на портале издания «Комсомольская правда». Проголосовать за одного из кандидатов можно до 11 ноября. Ольга Тимченко, Новости 21. Праздник для людей не только. Зоомаркет «Белый кролик» открылся в Биробиджане. На полках представлены товары под любой вкус и кошелек. Здесь каждый может побаловать питомца разнообразными кормами и лакомствами. Для ухода средства для купания – игрушки, миски, паильники, переноски, поводки. А для поддержания здоровья – витамины, БАДы, лекарства от блох и клещей. Кроме широкого ассортимента «Белый кролик» предлагает покупателям регулярные акции и выгодные предложения. У нас представлено в ассортименте большое количество бюджетных и известных брендов. Также есть и бренды премиум-сегмента. У нас представлены товары как для кошек и для собак, но также покупатели могут найти товары для рыбок, для птиц или грызунов. 10 лет на рынке – признак качества. Еще в 2011 году во Владивостоке открылся первый зоомаркет. С тех пор «Белый кролик» вырос в огромную сеть из 60 торговых точек на Дальнем Востоке и Восточной Сибири. В Биробиджане магазин стал центром притяжения уже со дня открытия. Побаловать мохнатых и крылатых сюда приезжают из разных уголков ЕАО. Мы из Октябрьского района приехали специально в этот магазин сделать покупки, посмотреть ассортимент. Недавно приобрели кошку, поэтому нам нужно и питание, и аксессуары. Не только заполнить корзинки, но и получить подарки могли покупатели на открытии магазина. Чтобы попытать удачу и поучаствовать в розыгрыше праздничных сертификатов, нужно было всего лишь закинуть чек с номером телефона в лототрон. Накануне дня рождения, у меня этот день рождения, такой подарок от белого кролика. Очень приятно. Моим животным также, думаю, будет радость. Куплю им кормок. Не только домашние животные нуждаются в уходе и ласке. Зоомаркет «Белый кролик» помогает и бездомным четвероногим. И если в других регионах благотворительность практикуется регулярно, то в Биробиджане она только начинает набирать обороты. У нас в планах развитие проекта по благотворительности в Биробиджане, но все поэтапно. Сейчас у нас около входа установлен домик для сбора пожертвований, и все желающие могут позаботиться о животных, которые остались без присмотра. В честь открытия магазина – подарок. До 30 ноября все покупатели могут бесплатно оформить дискотную карту. Позаботиться о братьях наших меньших можно на первом этаже торгового центра «Бира-Сити». Зоомаркет «Белый кролик» работает ежедневно без перерыва с 9 до 21 часов. Алена Шот, Кирилл Богаченко. Новости 21. 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 Новости 21.